Добрый день дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале и сегодня мы будем разговаривать о самой популярной группе роз, чайно-гибридные. По своим качествам они превзошли все ранее известные группы роз. Эти розы крупные, имеют махровые или сильно махровые бутоны от 40 до 80 лепестков с бархатными или атласными лепестками, которые располагаются большей частью одиночно на стройных и длинных побегах куста. Поражает воображение разнообразия окрасок цветка. По высоте чайно-гибридные колеблется от 80 до 1,5 см. Эта группа самая лучшая считается для выращивания на срез. Чайно-гибридные розы отличаются изящным классическим сложением цветков. Окраска роз исключительно разнообразная от белой до почти черной с множеством оттенков. Существуют двухцветные, пестрые и розы, меняющие окраску по мере цветения. Некоторые розы обладают изысканным ароматом, а некоторые только очень-очень таким легким. Цветут современные сорта длительно и обильно. Сортов чайно-гибридных роз чрезвычайно много. И конечно же я не смогу сегодня вам рассказать обо всех. Но о некоторых я расскажу, покажу. И в основном я постараюсь затронуть те розы, которые устойчивы к заболеваниям мучнистой росой и черной пятнистостью. Потому что это огромная беда, которая не позволяет в полной мере полюбоваться растением, если оно заболело. Чайно-гибридные розы это и самая требовательная группа по уходу из всех садовых рост. Они предпочитают солнечные и хорошо защищенные места, хороший полив и полноценное питание. Именно это залог успеха в получении роскошных цветков. Роза сорта Gloria Day. Ветвистый, сильно руслый куст до 1,2-1,3 метров высотой с блестящей темно-зеленой листвой. Цветки у Gloria Day от нежно-кремовых до темно-желтых. По краям лепестки насыщенно розового оттенка. Бутоны имеют высокий центр. Их высота около 6 см. Роза Gloria Day по праву считается одним из красивейших сортов, когда-либо известных на земле. Хорошие формы цветка диаметром 15 см на коротких стеблях, не блекнущие в жару лепестки и поразительно обильное цветение. Все это делает Gloria прекрасным клумбовым сортом. Листья у Gloria Day темно-зеленые, крупные, кожистые и блестящие. Кусты прямые, цветоносы очень мощные. Сорт имеет лишь один недостаток. Он зацветает немного позже других. Период первого цветения у него выпадает на середину июня. Но цветет обильно до самых морозов. Gloria Day имеет, пожалуй, один из самых высоких баллов по устойчивости к болезням. Эта роза совершенно не боится дождя. Считается беспроблемным сортом, легким в уходе. Сорт розы Лимба. Кто-то ее называет салатовый, кто-то смело характеризует зеленый или даже лимонный. Но все же ее цвет будет честней характеризовать как нежно-желтый с зеленым отливом. Как известно, чистой зеленой розы нет. Хоть селекционеры не оставляют попыток такую вывести, и за розой сорта Лимба прикрепился титул зеленый, так как к этой категории ей практически нет равных. Бутоны конусовидные, лепестки с вистончатым краем. В период распуска слегка волнистые лепестки образуют своеобразную чашу диаметром около 9-10 см. Аромат очень легкий, кусты высотой около 80-90 см, практически лишены шипов. Листва у Лимба крупная, глянцевая, устойчивость к болезням средняя. Сорт розы Люксор. Лепестки алые, бархатистые снаружи, светлые с обратной стороны. Долго держатся, не теряя декоративности. Отличная роза в срезке. Окраска Бекалор, алый бархат с белым шелком. Высота куста 80-100 см, очень хорошая устойчивость к дождю и к таким опасным видам заболеваний, как мучнистая роса и черная пятнистость. Листья на кусте и лепестки цветов устойчивы к заморозкам. Великолепный сорт. Роза сорт Хаймэджик. Двухцветные желто-оранжевые цветки из 40 лепестков. Бокаловидный крупный бутон диаметром 10-12 см, густо махровый. Куст компактный, высота 90 метр 10 см, ширина 50-60 см. Листва темно-зеленые, полуглянцевые. Аромат очень легкий. Цветение очень обильное. Морозостойкость хорошая. Прекрасный сорт для озеленения и на срез. Держится великолепно, дождя и солнца не боится. Роза сорт Блэк Бакара. Это великолепная чайно-гибридная роза, популярна во всем мире. Но особенно в Германии, где ее широко используют для посадки на клубах большими массивами. Цветки раскрываются из черных бутонов в идеально сформированные цветки классической формы. Хотя и появляются в небольших кистях по 7-9 штук. Они насыщенно темно-красные, с бархатным сиянием на внешних лепестках, которые темнее и хорошо держат цвет. Цветки держатся на длинных побегах, что делает их идеальными для срезки. Молодая листва красная, затем становится темно-зеленой и очень блестящая. К сожалению, подвержено поражение мучнистой росой. Нет, не так сильно, но все-таки случается с этой розой. Вот такая неприятная ситуация. Куст у Блэк Бакара средней высоты, изящный очень, достигает 70-80 см в высоту. Цветки бокаловидные с длинными изящными лепестками. Это одна из самых темных роз, выведенных в настоящий момент. Аромат у этой розы средний. Цветение продолжается все лето и осень. И довольно обильное. Потому сорт очень популярен. Сорт розы императрица Фарах. Раскрывающиеся бутоны императрицы Фарах необычайно элегантны. Края лепестков бледно-малиновые. И лепестки закручены в классический бутон. Так что наружу отгибаются только окрашенные кончики. Вначале они выглядят в основном малиновыми. Но по мере распускания цветки становятся скорее белыми. Контраст между белыми лепестками и их малиновыми краями смотрится красиво. На всех стадиях распуска цветка. Цветки крупные, с длинными лепестками. Появляются обычно по одному. Изредка в кистях до 5 штук. И на очень длинных побегах. Превосходно подходит для срезки. Листва у императрицы крупные, блестящие, устойчивые к черной пятнистости. Куст сильный, прямо стоячий. Сорт розы Диметра. Розово-оранжевая крупноцветковая розочка. Цветет обычно яркими цветами с большим количеством лепестков. Цветение обильное и неоднократное. Лепестки имеют слегка заостренную форму. Цветок очень устойчив к дождю, но возможно образование веснушек. Бутоны высокие, заостренные, бакалавидной формы. Аромат у этой розы тонкий, едва уловимый. Высота куста достигает 90-100 см. Крайний яркий лососево-оранжевый цвет гладких лепестков несомненно привлечет всеобщее внимание. Бутоны очень долго сохраняют идеальную форму цветка. Хорошо транспортируется. Способна стоять в вазе до двух недель. Сохраняя при этом свежий вид. Сорт розы Керио. Роза имеет слабо выраженный аромат, но цвет бутона и распустившегося цветка полностью это компенсирует. Жгучий, ярко-желтый цвет лепестков напоминает солнце. Классическая форма чайно-гибридной розы с высоким центром. На побегах в основном одиночные цветки. В раскрывшемся состоянии края лепестков имеют тонкую оранжевую полоску. Лепестки с четко очерченными краями как будто резные и плотные. Необыкновенно яркий желтый цвет при интенсивном солнечном свете выгорает до лимонного. Куст высокий, вертикальный, идеально подходит для срезки. Колючесть средняя, листва темно-зеленые, блестящая, выгодно подчеркивающая цветок. Роза Сорт Пинт Интуэйшн. Необыкновенная красавица. Бутоны у нее густо махровые, достаточно крупные, достигающие в диаметре 10-12 см. С очень приятным ароматом. Их расцветка напоминает структуру мрамора. Этот визуальный эффект возникает в результате удачного сочетания нежно-розового фона с ярко-розовыми или даже маленовыми полосками. Создающими впечатление, что кто-то небрежно на скорую руку взмахнул кистью, нарисовав их на идеально подходящем фоне. Цветение одиночное, то есть по одному цветку на цветоносе. Колючек среднее количество. Легкий нежный аромат. Роза сорт Эдди Митчелл. Традиционная утонченность французской селекции. Тонкий бархат, бордовое вино, тусклое позолота. В сочетании со строгой формой бокаловидного венца, весь цветок просто пронизан аристократической изыскностью. Лепестки плотно прилегают друг к другу, лишь их края изящно отогнуты. Куст любит полутень. Обратите на это внимание. Очень декоративен, устойчив к болезням и зимостоек. Роза чайно-гибридная Восточный Экспресс. Цветки сливочно-желтого цвета с малиновой окантовкой, с легким фруктовым ароматом. Листва темная и блестит. Куст достигает высоты 120-150 см, а ширины 2 метра. Цветет очень обильно с июня по сентябрь. Куст стует устойчив к болезням, морозу и жаре. Долгое обильное цветение. Роза чайно-гибридная Боинг. Это шикарный белоснежный сорт с красивейшей формой бутонов и очень крупными цветами. У садоводов это один из самых популярных белых сортов. Причем не только из-за красоты. У Боинга есть еще целый ряд достоинств. В первую очередь стоит сказать, что сорт очень хорош для срезки. У него длинные и прямые стебли, которые идеально ставить в вазу или собирать в букет. Цветки у розы непростые. Не просто белые, а серединка у них немного кремовая, что придает ей выразительность. Цветы очень плотные и вытянутые, с немного заостренными лепестками. Классической розовой формы. Куст тоже красивый, раскидистый, с большим количеством темно-зеленых листьев. Вырастает до метра, метр двадцать в высоту. Цветков на кусте очень много. На цветоносах они держатся до 14 дней. Но больше всего садоводы любят Боинг за его стойкость. Сорт не подвержен таким напастям, как черная пятнистость и мучнистая роса. А по зимостойкости он относится к шестой зоне. То есть способен переносить температуры до минус 22-25 градусов. Нежно-розовые цветки чайно-гибридной розы гейши станут изысканным украшением садового участка Ракария розария. Относительно неприхотливое растение порадует продолжительным бурным цветением. А интригующее название привлечет к кустам повышенный интерес соседей цветоводов. Скромность в сочетании с аристократической изысканностью. Вот как можно охарактеризовать данный сорт. Ну и отличительные характеристики куста. Высота достигает до 1 метра. Листья насыщены зеленые. Пластины украшены острыми зубчиками по краям. Цветки махромые диаметром до 6 см. Собранные в соцветия по 6-7 штук. Аромат легкий и ненавязчивый. Роза гейша имеет длительное бурное цветение. Хорошая морозостойкость. Неплохо переживает засуху. Хорошо, кстати, реагирует на пересадку и обрезку. И очень устойчива к заболеваниям. В этот список я могу добавить великолепную, красивую чайно-гибридную розу Эйфелева башня. Украшением любого сада будет невероятная красавица роза чайно-гибридная Шарль де Голь. Невероятный цвет, невероятные оттенки перелива от светло-сиреневого до темных тонов. Красавица Golden Pearl тоже имеет все эти характеристики, о которых я сегодня вам рассказывала и с какими я вас знакомила. Конечно же, черная магия. Эта роза должна быть на каждом участке. Невероятно красивая, цветущая все лето и радующая глаз. Шикарная роза Paradis, невероятно красивая, изумительно утонченный цвет, сиреневый, переходящий в насыщенный малиновый. Друзья, ну, пожалуй, вот на этом я и закончу сегодняшнее свое видео. Мы достаточно с вами увидели красивых роз с прекрасными характеристиками. И если этой весной вам захочется посадить что-то новое, я думаю, что у вас уже есть представление, что бы вы хотели видеть на своем участке. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и приходите ко мне снова. На сегодня у меня все. С вами была Мария. Пока, до новых встреч.